Добрый день дорогие друзья, начинаем у нас ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 22 ноября, среда, предпраздничный день. Напоминаю, завтра у нас день благодарения, рынок будет закрыт, а в пятницу будет работать половину дня. Поэтому сегодня в целом не стоит ожидать от рынка каких-либо существенных движений. Рынок скорее всего будет во флете, отыгрывать будут результаты NVIDIA и в целом наверное и все, никаких больше, ну скажем так, кроме там нефтяных номеров сегодня, 10 часов ничего больше не выйдет. Поэтому в целом, что касается отчета по NVIDIA, акция от Репортала неплохо, то есть компания от Репортала неплохо, результаты хорошие. Но опять же, принимая во внимание то, что акции выросли в цене за последнее время очень существенно, наверное я бы сказал, что с 28 октября акции компании выросли. Давайте посмотрим, за месяц мы посмотрим, насколько вот акции выросли с 398 до 505 долларов, то есть это более чем достаточно, это более чем 25% и уже рынок играет так называемую buy the rumors, sell the news. Поэтому в целом ожидать какого-то позитивного движения от NVIDIA сегодня не стоит, как и не стоит наверное ожидать какого-то позитива от рынка. Вчера рынок сделал то, чего от него длительное время ждали, он сделал откат, которого не было уже наверное полторы недели. И соответственно встал наверное в стойку, которую будет держать в течение вот этой укороченной недели, поскольку никаких больше значимых отчетов не будет. Фед минус ничего нового нам не открыли, единственное, что было сказано, что ну как бы ставка будет оставаться на месте, пока не будет необходимых причин для ее подъема. Но опять же ничего нового, и как я уже говорил, никто больше ставку поднимать не будет, поэтому это было нон-эвент. Ничего интересного не было, единственное, я хочу сказать, что вчера номера по демонстративству вышли слабее, чем ожидалось. Ну в целом и рынок вечера распродался, как бы Russell был слабее, чем остальные индексы. Давайте посмотрим с вами, что делали Home Builder. Ну да, они вчера немножко просели, но как бы принимая во внимание, насколько они поднялись за последнее время, то есть это тоже в порядке вещей. Поэтому, скажем так, хотелось бы увидеть более широкое ралли, хотелось бы увидеть вовлеченность других компаний, помимо Magnificent Seven, которые бы у нас начали рост, которые бы, скажем, пробили свои 200-е Moving Average. Хотелось бы видеть, и такие компании уже появляются, например, такие компании, как D-Dog, которые поднимаются после отчета и в целом держат свою цену достаточно крепко, что мы видим из, в принципе, реакции D-Dog на негативный день вчера. Акции компании закрыли день в плюсе, и в целом, как бы, выглядит достаточно сильно. А поэтому, в целом, если мы смотрим на вот быстрорастущие компании, или ARKK, Katie Wood, они показывают в целом неплохую динамику от своих баз, поэтому можно действительно на них сейчас смотреть с точки зрения ралли в конец года. Из таких компаний, вот вчера отрепортала Zoom, которая изначально, она упала, а мы видим, что и сегодня она продолжает свое падение. Вчера изначально она падала до 60 долларов. Это была ее реакция, казалось бы, на хороший квартальный отчет. Отчет действительно был хороший, с апсайд-гайденсом, но сейчас, как бы, ну, есть ряд случаев, когда даже при хороших квартальных отчетах акции падают, а при плохих отчетах поднимаются. Я не знаю, как на это смотреть, с какого угла, но, как бы, нужно каждый случай рассматривать индивидуально. Вчера был ряд движений по ритейл-компаниям, в частности, компания Lois упала на 3%, по-моему, да, упала на 3%, показав некую слабость в таких конгломератах, таких, которые продают товары для дома. В принципе, мы помним, и у Walmart был не очень внятный отчет. Но тоже хочу упомянуть отчет компании Burlington, который был достаточно хорошим. Компания на 20% поднялась. Напоминаю, Burlington это компания, которая продает вещи с дисконтом хорошим. Я этот магазин очень люблю. И, в целом, вот, ну, и Rostors, и, там, Five, ну, те компании, которые, и DG, и Dollar General, те компании, которые продают товары с дисконтом, они, в принципе, показали неплохие результаты, и, самое главное, хорошую реакцию на них. Тоже хочу отметить вчерашний отчет компании S.Y.M. Это вот компания по искусственному интеллекту, которая занимается тем, что она менеджит инвенторию с помощью искусственного интеллекта и работает с такими компаниями, как Walmart и Target. И, в целом, вот, отчет у них был хороший, особенно номера по продажам, и, как таковая реакция тоже была хорошая. В целом, это, наверное, все. Сегодня, опять же, напоминаю, смотрим только на реакцию на отчет NVIDIA. Я думаю, вторая половина дня будет более чем пассивная. Всем хороших выходных. До встречи уже, я думаю, в пятницу ничего не будет. До встречи во вторник. И хороших выходных. До свидания.